Зажигают свечи в память о жертвах политических репрессий и приносят цветы. Именно здесь, у стены памяти Скорбящинского кладбища, осенью 37-го, весной 38-го года, производились тайные захоронения расстрелянных. Сейчас на стене установлена мемориальная плита, которой каждый год приходит Сергей Гаврилов, чтобы почтить память своих родственников. Его прадедушку и прабабушку из села Добрые Пчелы Захаровского района раскулачили в 32-м году. У них было семь детей, из которых пять несовершеннолетние. Отняли все, даже одежду. Один из братьев не мог ходить в школу. У семьи отобрали дом, в нем сделали колхоз управления. Сейчас там находится библиотека. Деда от ареста предупредили. Николай Иванович Федотов, дедушка, его предупредили из сельсовета. Он убежал от ареста, иначе мы его этапировали в Сибирь или куда-то еще. А бабушка в это время родила младенца. Ее в подполк закрыли с младенцем, чтобы она как-то от холода, под каких-то лишений рассказала, где муж. Но она, конечно, не сказала, а младенец тоже скончался. 30 лет общественники добивали, чтобы в Рязани установили памятник жертвам политических репрессий. И вот, наконец, пять лет назад был проведен конкурс. Лучшим признали проект рязанского скульптора Полины Горбуновой. Пока на месте, где должен стоять памятник, установили закладной камень. Вся проблема финансирована, что просто нет денег. Если бы нашлись деньги, мы бы сразу начали его делать. И в следующем году, конечно, сделали. Сейчас он существует только в эскизе маленьком, который участвовал в конкурсе. Возложили цветы к камню рязанцы, чьи семьи пострадали от политических репрессий. У меня отца ни за что посадили. За то, что он сказал несколько всего слов, что второй фронт американцы не откроют. Это было в 42-м году. Из-за этого его посадили на 10 лет. Мама и трое нас, ребят, были. Остались мы одни. Но он уже не вернулся, да? Нет, его посадили на 10 лет. Потом он умер. В Рязанской области 35 тысяч человек являются жертвами политических репрессий. Из них 4,5 тысячи расстреляны. Данные о них собраны в книге, которая была издана в 2001 году. Материалы для нее собирались прокуратурой в течение 10 лет. Здесь есть красная информация о каждом пострадавшем. Биография, статья, по которой осужден и когда реабилитирован. Приговоренных к расстрелу реабилитировали посмертно. Материалы для книги собирались в архивах правоохранительных органов. Архивная копия приговора военного трибунала войск НКВД, в соответствии с которым жительница Рязанской области Кузнецова Анна Григорьевна осуждена по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР, антисоветская агитация, к лишению свободы сроком на 10 лет с поражением в правах еще на срок 5 лет. Сейчас поиск пострадавших от политических репрессий продолжается. Этой работой занимаются общественные организации. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».